мир вам дорогая церковь хотелось снова обратиться к тем самым словам которые были вначале сказаны псалтии 126 3 вот наследие господа дети награда от него плод чрева действительно мы сегодня одна из самых благословенных церквей которые я знаю у нас столько много детей в нашей церкви столько много хоров вы посмотрите два детских хора подростковый хор молодежный хор 3 хор 1 хор и как мы видим даже наши детские хоры вроде разделили уже они на сцене и два помещаются они едва помещаются на сцене и наши дети находят сегодня в собрании они находятся в доме божием они участвуют служение вместе с нами это за это скажем слава богу действительно это подарок действительно это подарок и этим мы должны гордиться но с каждым подарком мы получаем свою ответственность если в библии говорится что даже за каждое праздное слово мы дадим ответ какой-то ответ мы дадим за тот подарок который бог даровал в нашей жизни за наших детей и пред нами лежит ответственность библия призывает нас притчи мы читаем очень много говорится о том наста фуношу юношу вас воспитай увещевай наказывай наставляй призывает повелительном характере говорит нам что-то делать какие-то заботы проявлять не только материальные чтобы они были одеты обуты чтобы они не были голодные но она говорит о духовных духовных и моральных ценностях то что мы должны воспитывать и одно из самых больших привилегий которые мы имеем мы можем благовествовать нашим же детям бог даровал нам нашей жизни и никакое другое служение не будет таким благословенным если мы не будем благовествовать нашим близким нашим родным нашим детям которые находятся вместе с нами если мы может быть забывая о том благословение которое бог нам дал о том что бог вручил нас вручил нам мы будем идти забывать о них что-то другое делать на ниве божией но мы забудем о наших а о том самом близком о том самом дорогом которым вручил нам иисус христос 1 тимофея в 4 главе 14 стихе мы такие слова читаем апостол павел обращаясь тимофея говорит не не ради а пребывающим те одарование которое надо было тебе по пророчеству с возложения рук священства о чем заботе всем пребывай дабы успех твой был очевиден для того чтобы иметь успех даже воспитаний детей мы должны в этом прибывать постоянно не не родить вы знаете вот когда маленький ребенок столько много внимания столько много забот вот постоянно возле него находится вот смотришь как они начинают чуть взрослеть мы потихонечку забываем он может сам на телефоне посмотреть он может сам поиграться он можешь сам все сделать как то наше внимание от них отвлекается мы и думаю что наша роль как родителей заканчивается вот только чтобы вот Вот когда закончились подгузники, когда он начал сам кушать, все, наше здесь, нет. Вот только тогда начинается действительно наша самая большая ответственность. Самая большая ответственность. И в этом мы должны быть постоянны, в этом мы должны находиться, как апостол Павел говорил Тимофею, пребывать постоянно, чтобы иметь успех. Мы, как родители, мы, как церковь, мы, как люди верующие Божьих, должны понимать, что Бог даровал нас и даровал нам обязанность. Мы должны подвести наших детей ко Христу. Мы не можем им дать спасение. Только Бог может даровать им спасение. Они не будут спасены, потому что мы верующие. Они должны лично прийти к Богу и принять Иисуса Христа как своего личного спасителя. И поэтому мы, как христиане, мы должны больше и больше понимать, насколько это важно, что не только мы спаслись, не только мы кого-то призываем, но мы нашими детьми работаем и подводим их ко Христу. Дух Святой, чтобы работал. И для этого мы можем совершать различные труды. Мы можем что угодно делать. Но если наша личная жизнь не будет для них примером, они никогда не придут в церковь. Если сегодня мы, как брат сказал, дети — это наши показатели, показатели нашей воспитанности, нашей духовности. Если мы сегодня допускаем какой-то грех, наши действия допустят этот грех в десять раз. Если мы что-то делаем неправильно в нашей жизни, размышляем, разговариваем дома, если мы неправильно, непохрессионски ведем, они этот же грех будут повторять. Этот же грех, но в десять раз больше. Если наша жизнь не будет действительно тем подражанием, в Иоанна 16, главе 35 стихе такие слова читаем. «И потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Узнают все, и дети наши узнают, что мы действительно Божьи ученики, что мы действительно христиане, если мы имеем любовь Божью, и мы проявляем это даже дома. Как бы ни звучало, это очень странно, но самое труднее всего любить наших близких, с которыми мы общаемся каждый день. Другими людьми мы встретились раз в воскресенье, улыбнулись, сказали «Здравствуй», мы сказали им «Привет», развернулись и ушли. Ну-ка, наверное, труднее всего покрывать любовью все недостатки друг друга. Давайте каждый из нас задаст себе вопрос, какое мы имеем общение с женой, с мужем, с нашими детьми, с нашими братьями, с нашими сестрами, с бабушками, дедушками. Действительно ли это? Мы хотим, чтобы наши дети подражали вот этим отношениям. В Деянии 4 главе мы действительно имеем яркий пример первой церкви, когда только покаялось множество народа, говорится такие слова. У множества же у верующих было одно сердце и одна душа. У множества у верующих было одно сердце и одна душа. Мы, верующие люди, находясь в наших домах, насколько наше сердце, насколько наша душа действительно имеет вот одно стремление, одну цель. И, наверное, один из самых легких показателей, которые мы можем определить в нашей жизни, действительно, мы можем, прочитав 1 Иоанна, 1 главы 7 стих, такие слова. «Если же ходим во свете, подумал, как и он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Ходим во свете, имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас. Два conditions. Если ходим во свете, то имеем прощение, обновление, имеем общение. Имеем общение, потому что у нас одна цель, у нас одно понимание, у нас одно стремление. Мы не заботимся об этом земном, мы не заботимся, как бы покупать побольше дом, побольше машину, побольше денег заработать. Мы думаем о горнем, мы думаем о как бы достичь нам царствия небесного, как принести больше плода, и вот это действительно показатель. И если в наших отношениях, в наших семьях, действительно нету этого общения, глубокого общения, переживания друг за друга о духовном состоянии, о физическом, о моральном состоянии, если нету желания, переживая друг за друга, молиться, наставлять друг друга, поддерживать друг друга, это действительно указывает на то, что может быть мы действительно не полностью ходим во свете Иисуса Христа, может быть действительно этот свет не дошел во все уголочки нашей жизни, и поэтому наши разделяются, наши мнения, разделяются наши взгляды, потому что наши взгляды разные, действительно, это действительно показатель, и поэтому мы можем все, что угодно делать в нашей жизни, но наши дети будут действительно видеть и повторять за нами. И пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы мы пересматривали, каким мы действительно являемся примером для наших детей дома, в общениях, с близкими, с родными, с нашими людьми, которые окружают, действительно, хотя бы в этом малом кругу. Я не говорю про братьев-сестров, которые обязаны быть в церкви. В Библии, как эта неделя молитвы, Бог призывает нас молиться и говорит, чтобы мы пребывали в молитве постоянно. Мы за многое можем молиться, но я вместе с вами хотел бы посмотреть на несколько примеров, которые действительно записаны в Библии. И о чем нам нужно молиться? За наших же детей? Ну о чем? Первое, самое, наверное, яркое – это молитва благословения. В Марка 10, главе 16 стихе, Марка 10, 16, мы помним ту историю, когда дети привели к Иисусу Христу, но ученики запрещали приходить. Иисус запретил ученикам, и читаем такие слова, «И обняв их, возложил руки на них и благословил их». Сегодня Иисус Христос нам подал пример. Мы должны возглаживать наши руки на детей наших и благословлять их. Не только тогда, когда их маленькими приносим сюда на сцену, чтобы церковью помолиться, чтобы пастор помолился, благословил их. Но каждый день мы должны благословлять наших детей. Если мы будем благословлять, действительно, они будут благословенными. Бог слышит наши молитвы. Бог в Слове Своем сказал, что что свяжем на земле, то будет связано и на небе. Действительно, наши слова, наши молитвы имеют силу. Вы хотите, чтобы ваши дети были благословены? Да, аминь. Следующее, который пример мы находим, мы понимаем, что дети наши находятся в этом миру. И как нам кажется, чем дальше, тем хуже. Чем дальше мы идем, тем больше искушений они проходят, тем больше искушений появляются на горизонте. Может быть, в нашем детстве были одни искушения, которые нам казались очень... Сейчас скажут, что это были вообще не искушения. Может быть, если посмотреть, спросить пожилых людей, они скажут, но у нас были совсем другие искушения. И мы, наверное, скажем, слушай, у нас уже это... То, что думалось раньше, что это искушение, это уже свободно допускается и позволительно. В некоторой степени. Но как бы там ни было, молитва Иисуса Христа была такая. В Иоанна 17 главе 15 стихе читаем. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Иисус Христос молился о своих учениках, чтобы он сохранил их от зла. Мы не можем сберечь наших детей от этого мира. Но мы можем прийти к Иисусу Христу, чтобы Иисус Христос сам сохранил их от этого зла, в котором они находятся. Понимаем ли мы, насколько глубоко это? Сами мы не можем защитить наших детей от зла. Мы не можем их закрыть в коробочку. Но мы можем... Мы имеем ходатая. Мы имеем действительно Иисуса Христа, который может их сохранить в этом мире от зла. Но нам надо, как христианам, приходить ко Христу и взывать, чтобы он был действительно охраной и защитой от зла. Яркий пример. Анна пришла, молилась. У нее не было долго детей. И Бог посылает ей ребенка. И она вспоминает свое обещание и говорит такие слова. О сем детяти молилась я. Исполни мне Господь прошение мое. Чего я просила у него? И я отдаю его Господу на все дни жизни его. Служить Господу. И поклонилась там Господу. Молились ли вы до того, как еще Бог послал вам ребенка, о вашем ребенке? Я думаю, что многие молились. Я думаю, что многие молились и просили, чтобы Бог послал ребенка. И многие хотели, я посвящу тебя на служение. Я хочу, чтобы мой ребенок служил, был в доме твоем. Я хочу, чтобы он был тебе посвященный. Не посвященный этому миру, но был он посвященный тебе. Молимся ли мы, чтобы наши дети действительно были посвященными? Чтобы их жизнь была полностью посвящена Иисусу Христу? Чтобы они не увлекались этим миром? Чтобы они не шли за этими земными благами? Чтобы они больше и больше стремились познавать Иисуса Христа? Чтобы они более и более стремились своей жизнью действительно исполнять волю Божию? Вы знаете, многие попадают в плен греха, и только Иисус Христос дарует освобождение. В Висая 53 главе мы такие слова читаем. Очень часто это место читается на 2-5 стих. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъявлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились. Если ваш ребенок сегодня попал в грех, как бы вы ни пытались его дома выколотить этот грех с него, он никак не уйдет. Как бы вы ни пытались своими силами это все сделать, у вас не получится. он все равно будет в этом грехе. Как родители, мы, наверное, мало имеем, мы мало имеем силу, так сказать, выколачивать грехи из наших детей. Мы этого не можем сделать. И порой мы должны увидеть Слово Божие, которое говорит, что нам нужно делать. Не надо тратить силы, не надо тратить нервы, не надо тратить отношения понапрасну, не надо тратить время. Мы должны просто обратиться к Богу и взывать к Богу, чтобы Господь, как здесь сказано, взял вот эту духовную болезнь на себя, чтобы Господь сам вошел и взял на себя этот грех, чтобы Бог очистил, омыл, осветил. Да, мы можем призывать, да, мы можем говорить об этом, да, мы можем осуждать, но только Бог может полностью очистить и освободиться от греха. Своими силами человек не может освободиться от греха. Как бы он ни пытался, только Бог освобождает от греха. И поэтому Бог призывает нас, как родителей, постоянно стоять в молитве, постоянно стоять в духовном проломе за наших детей. И, наверное, самый яркий пример, который я нахожу для меня лично, как молиться за моих детей, это пример Иова. И в первой главе, в четвертом, пятом стихе мы такие слова читаем. «Сыновья его сходились, делая каждый в доме в свой день, посылали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их. Вставая рано утром, возносил все сожжения, почисту их всех, одного тельца за грех от души. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни». Каждый раз, когда они собирались и пиршествовали, каждый раз, когда у них была какая-то парик по-нашему, каждый раз, когда у них было что-то такое, он собирал их и приносил жертвы. Как часто мы приносим наши молитвенные жертвы за наших детей? В Библии сказано, что дети наши освящаются родителями, верующими родителями. Но мы должны приносить наших детей на руках молитвы к Богу. И сегодня, в этот вечер, я хотел бы еще раз напомнить нам, чтобы наша жизнь была действительно примером для наших детей, потому что никакие молитвы, никакие дела, если они не соответствуют Богу, не приведут и не будут примером для наших детей. И второе, о том, чтобы мы молились о наших детях, о том, чтобы мы благословляли наших детей, чтобы наши дети были действительно благословенными. О том, чтобы мы молились о сохранении, чтобы Бог сам сохранил наших детей от зла. Чтобы Бог молился о том, чтобы Бог исцелил, если есть какой-то духовный недух, чтобы сам Бог исцелил своей кровью наших детей. И чтобы мы молились, даже, может быть, если они похулили Бога, даже, может быть, где-то они отступились, чтобы мы стояли в духовном проломе за наших детей. Аминь. Давайте склоним наши колени и вознесем наших детей пред Богом.